Профилактика рака – шаг в здоровое будущее. Под таким дивидом в Самарском областном клиническом онкодиспансере прошел день борьбы с этим страшным заболеванием. Сотрудники и пациенты прошли бесплатное обследование. Ольга Ерохина не исключение. Рассказывает, сама к врачам обращается очень редко, только если что-то болит. Но сегодня на всякий случай воспользовалась возможностью провериться. Когда работаешь в онкодиспансере, начинаешь понимать, насколько важна профилактика. Эти исследования необходимы. Люди должны заранее знать свои диагнозы, свои заболевания и получить профилактический совет врача. Зачастую незначительные изменения в самочувствии могут оказаться сигналами серьезных болезней. Но на них редко обращают внимание. Кажется, что утомляешься и устаешь из-за работы. Хронический кашель и неспадающую температуру списывают на затянувшуюся простуду. А неожиданное снижение веса и вовсе повод для радости. Однако это все должно настораживать. Так как многие пациенты не знают свое здоровье, не знают о наличии каких-либо у них хронических заболеваний, вот у нас проводят тесты диагностика, экспресс-диагностика. Это мы проверяем сердце, определяем уровень глюкозы, холестерина, определяем функцию внешнего дыхания, определяем тонометрию, то есть это внутриглазное давление определяется. В прошлом году на учете в онкодиспансере числилось почти 100 тысяч пациентов. Из них около 16 тысяч человек впервые услышали из уст врача страшный диагноз. Но некоторые из них могли избежать болезни, если бы уделили время профилактике. Большинство случаев онкологических заболеваний, конечно же, мы можем предотвратить. И где-то в процентах 30-50 можно снизить риск онкологических заболеваний. Благодаря чему основными факторами проявления онкологических заболеваний являются составляющие нездорового образа жизни. В принципе, мы это можем изменить. Контролю не поддается только возраст, пол и цвет кожи. Поэтому врачи советуют примерно раз в год проходить профилактическое обследование. Предупрежден, значит вооружен. Анастасия Ерыгина, Николай Сидоров. События. Продолжение следует...